Божьи цели в создании семьи Сегодня мы постараемся на основании Священного Писания ответить на вопрос, для чего Бог создал семью или с какой целью была создана Богом семья. Исследуя библейские тексты, мы можем увидеть, что есть по крайней мере семь целей, с которыми Бог создал семью и для которых Бог установил брак между одним мужчиной и одной женщиной в Эдемском саду. Первое, Бог создал семью для Его славы. Чтобы правильно начать отвечать на вопрос, для чего Бог создал семью, нужно сначала постараться ответить на вопрос, для чего Бог вообще создал все, для чего создана наша Вселенная и наша планета Земля, для чего создан и существует человек на Земле. Внимательно исследуя Библию, мы можем увидеть, что все творение Божье было создано и существует с одной главной целью для славы Божьей, чтобы провозглашать и открывать славу Божью и святость Божью, которая неотделима от Его славы. Святость Божья есть главная составная Его славы. Давайте прочитаем 8-й Псалом, 2-й стих. Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Псалом, 18-й, 2-й стих. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. Псалом, 103-й, 31-й стих. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах Своих. В книге пророка Исаии, в 6-й главе, с 1-го по 3-й стих, описана такая история. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Книга пророка Исаии, 43-7, говорит нам, для чего Бог создал человека. Здесь написано так, «Каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил». И 43-я глава книги пророка Исаии, 21-й стих, говорит нам такие слова, «Этот народ Я образовал для Себя, Он будет возвещать славу Мою». Эти и множество других мест Писания открывают для нас главную цель, с которой Бог создал нашу Вселенную, небо, землю, людей. Все это создано для Божьей славы, для возвещения Его славы. Но что значит славить Бога? Это значит громко и явно провозглашать и таким образом показывать и открывать то, кем есть Бог и каким есть Бог. Если все, что существует в нашем мире, включая людей и вообще весь наш мир, создано для того, чтобы раскрывать Божью славу, то брак тоже создан Богом для этого. Главной целью Брачного Завета является провозгласить Божью славу, раскрыть и показать, кем есть Бог и каким есть Бог. Бог есть свят. Святость — это его основное качество. Целью брака и существования семьи является раскрыть, провозгласить и показать всему миру Божью святость, Божью славу и Божье величие через правильные отношения между мужем и женой, а также между родителями и детьми. В 1 Петра 1 главе с 15 по 16 стих апостол Петр пишет такие слова. «Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Как было уже сказано, мы раскрываем Божью святость и таким образом прославляем Бога через правильные отношения в семье, соответствующие Божьим стандартам святости. Поэтому апостол Петр, призвав верующих людей быть святыми, по написанному «Будьте святы, потому что я свят», продолжает говорить об этом так, говоря уже об отношениях в браке. В 1 Петра 3 главе с 1 по 8 стих «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием, жён своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жёны, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, её, если делаете добро, и не смущаетесь, нет какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Если угодно будет Господу и живы будем, то когда-то, я думаю, мы посвятим ряд проповедей именно жизни мужа и жены в семье, и будем говорить об этом более подробно, а в нашей следующей проповеди я хотел бы коснуться следующей цели, с которой была создана семья, но это будет в следующий раз. А сейчас да благословит Господь вас и да отображает ваша жизнь и ваша семья славу Божью и святость Божью, потому что для этого мы созданы, и для этого Бог создал брак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok